Перед вами Афина-палата, воинствующая мудрость. Афина – дочь Зевса. Она родилась из его головы, и потому считается самой мудрой из богинь. Она целомудрена, она не подчиняется мужской энергии. Она дарует победу тем, которые заслуживают этого. Она дарует острый ум, мудрость мудрецов. Дает ключи от тайных знаний, от тех знаний, которые доступны не каждому и не всякому. Статуи Афины можно ли держать дома? Я бы не рекомендовала тем людям, которые не уверены, что они выдержат эту силу, потому что Афина – это очень сильная богиня. Те, которые любят кутежи, дискотеки, мимолетные встречи и так далее, такого типа люди, ведущие такой образ жизни, вообще должны держаться от нее подальше, потому что она очень целомудрена. Она очень злится, она не любит легкомысленных вещей. Они с Афродитой постоянно в ссоре, потому что она считает Афродиту легкомысленной богиней, той, которая ради страсти готова на все. И поэтому, если у вас натура такая влюбчивая, страстная и так далее, то имейте в виду, что тем, что вы возьмете ее в дом, вы можете ее разозлить. Она контролирует ваши шаги. Но если вы натура, которая отдается работе всецело, если вы натура, которая первым делом, на первое место ставит карьеру, рост, интеллектуальное развитие, отличие от других своим умом, своим интеллектом, начитанностью и так далее и тому подобное, то можете взять ее домой. Но еще раз повторяюсь, она богиня не совсем, скажем так, я бы сказала даже совсем уж не добрая, но это сильное божество. Это божество, которое способно менять вашу жизнь, если вы действительно будете жить по ее принципам, по ее желаниям. Только выполнив те условия, которые она ставит перед человеком, человек может надеяться на покровительство Афинопалладой. Она была ближайшей соратницей богини Ники, ее подругой, то есть богиня Победы. Я уже говорила, что она где-то изображается, вытянув руку вперед, и там на руке стоит крылатая Ника. Это говорит о том, что она сопровождает победоносных победителей, она дарует победы, она дарует свершения, она дарует дипломатический ум и так далее. Потому что она не любит легкомысленных, влюбчивых, она не любит людей трусливых, она не любит предательские натуры, она не любит, когда человек с полпути сворачивает.